Вместо ровного у нас вот такой аппендикс получился. Я думаю, что это ноу-хау Владимирских дорожных строителей. Я думаю, что задать вопрос, почему они решили сделать такой дизайнерский у нас тротуар в центре города. По техническому заданию такого быть не должно. Вместо ровного тротуара высокая горка. Рядом основная магистраль, тоже не в лучшем виде. Здесь главная беда в поперечных разрывах на асфальте. От постоянной влаги и нагрузки они превращаются в ямы и выбоины. В Владимирсе качеством дорог недовольны. Ямы, колдубины, поэтому сложно очень ездить. Особенно сейчас центральная дорога неплохо. Чуть-чуть во двор заедешь, это плохо, конечно. Так не очень, я бы сказала. А в чем это выражено? Ну, не веди асфальт хороший. Проспект строителей асфальтировали сравнительно недавно. Но здесь тоже ямы. Общественники уверены, все дело в технологии. Подрядчики при укладке нового асфальта не снимают самый нижний слой дорожного покрытия. В результате на месте прежних ям из-за давления появляются новые. Пока дорога на гарантии. Подрядчик должен ее отремонтировать за свой счет. Общественники уверены, плохое качество полотна из-за того, что в городе уже давно пора менять технологию укладки. При этом у нас на территории Владимирской области есть предприятие, которое производит специальное мембранное покрытие, сетку, которое позволяет снизить нагрузку на дорожное полотно, большегрузных автомобилей, троллейбусов и автобусов. Я думаю, что нужно просто использовать посеместные. Иначе мы будем деньги просто каждый год тратить и тратить, соответственно, бесполезные. А сейчас все внимание тротуарам. Этот асфальтировали в 2015-м. И снова плохо. Видны стыки, а значит, скоро будет новый ремонт и новая трата денег. Видно, что закончился асфальт. Видимо, эту часть тротуара сделали на следующий день. И, видимо, данный асфальт был не слишком разогрет. Мы видим, что он отличается по структуре и недостаточно утрамбован. Соответственно, так как здесь боль утрамбованная, сейчас здесь нет, попадание влаги, соответственно, приведет к более скорейшему разрушению данного асфальтового покрытия. На проверку городских улиц у ЖКХ контроля уйдет 6 дней. О выявленных недостатках общественники доложат губернатору. Валерия Саенко, Евгений Тукарев, 6 канал.